Всем привет, с вами Priya. Ну что ж, как мы прекрасно знаем, наш уровень артефакта в обновлении 7.2 повысится до 80 уровня. Собственно, вместе с повышением уровня артефакта в 7.2 завозят новые таланты оплота, новые трейты оплота. Назовем их именно так. Давайте же рассмотрим, появляется два новых тира. Тир 7, две способности на выбор, и тир 8, одна единственная способность. Итак, способности типа Тир 7, как это написано сейчас, они будут изучаться в течение 60 минут. Хотя это навеивает какое-то недопонимание, если честно. Насколько правильно я понял, это стражники Керентора, маги Керентора, там я не знаю кто они. То есть нормальные пацаны, которые за 20 тысяч ресурсов к нам присоединятся после изучения Тир 7 талантов. Повышение успешности миссии на 30%. Типа что-то усиленных тех соратников, точнее, ну, как они правильно у нас называются. Основные это защитники, а вспомогательные это отряды. То есть, ну, типа усиленные отряды. То есть это можно выбрать в первом таланте Тира 7. Далее талант уже поинтереснее. Ростер чемпионов. Повышает количество ваших чемпионов, активных, на 1. То есть сейчас мы имеем такое число максимальное в виде 5 защитников. Но в патче 7.2, изучив второй талант в 7 этой строчке Тир 7, мы будем иметь 6 этих защитников. То есть, сами уже придумывайте, для чего вам это и нужно ли вам это. Ну и далее, самое интересное, талант, который будет изучаться 14 дней, на который нужно 30 тысяч ресурсов. Абсолютно все новые реликты, то есть реликты это те камушки, которые мы вставляем в наше оружие с целью его усиления. Все реликты будут иметь второй артефактный трейд. То есть, что мы видим сейчас на наших каких-либо камушках, вот этих реликтах, которые мы вставляем в артефакт, мы видим то, что они дают повышение всего лишь к одной способности. Изучив этот талант 14-дневный за 30 тысяч ресурсов, новые камни, новые реликты будут давать 2 артефактных трейда. Весьма много понятий, в которых просто стоит разобраться новичку, так что надеюсь, что я объяснил доступно и это дело поняли. На изучение талантов Тир-7 нужно 20 тысяч ресурсов оплота класса, на изучение таланта Тир-8 нужно 30 тысяч ресурсов класса. Поэтому заготовьте себе 50 тысяч ресурсов, либо заготовьте себе крови Саргераса. Напомню, что за одну кровь Саргераса можно покупать ящик, этот ящик можно переслать на каких-либо уже других персонажей, связанных по вашей учетной записи, и в этом ящике находится 200 ресурсов оплота класса. То есть вот так вот все это дело и получается. Получается 50 тысяч ресурсов оплота класса, один сундучок 200 ресурсов, 5 сундучков 1000 ресурсов, 5 на 50, 250. Ну, вроде бы да. 250 крови Саргераса в это дело можно потратить, если лень нафармить ресурсы оплота класса. Так что удачи вам в этом, ну и надеюсь, таланты Тира-7 реально будут изучаться всего лишь один часик, чтобы как можно скорее получить талант типа Тир-8. Удачи вам, всех легендарок, каких только захотите, голды побольше, ну и чтобы здорово были зима, все-таки гриппы, все дела. До скорого.